Всем привет, с вами Велирити и кто не знал, я топ 1 мира по Among Us. Сейчас я занимаю лучшие рейтинги по игре Among Us и являюсь лучшим игроком во всем мире. То есть поняли, не только в России, а во всем мире. Кто не верит, сейчас я могу вам показать свою статистику, смотрите, ой. Смотрите, ребята, вот моя статистика, здесь, как вы видите, у меня просто топовые значения. Таких значений вы нигде не найдете, ну, не зря я топ 1 мира по Among Us. Кстати, ребята, обязательно сейчас зайдите в свой рейтинг и посмотрите, сколько у вас игр начато. И после чего напишите в комментариях, у кого больше всего будет начато игр, получит приз от топ 1 мира по Among Us. Но суть этого видео, само собой, не в розыгрыше. Сейчас я вам покажу все свои фишечки, все свои трюки, которые я использую в игре, благодаря которым я постоянно выиграю каждую игру. Вот реально, нету игр, в которых бы я проиграл. Уверен, что меня смотрят профессионалы и вы довольно-таки часто выигрываете. Но иногда к вам в тему попадаются нубы, которые сливают вам игру. Так вот, я даже в таких ситуациях выиграю. Окей, ребят, смотрите, началась игра, я попался членом экипажа, играю сейчас я на карте Дюрежабль. Всего лишь будет один предатель, потом сыграем с двумя, с тремя. Я все эти игры выиграю спокойно, потому что, ну, нет топ 1 мира, ребят, для меня это легкотня. Короче, я задания вообще не люблю выполнять, это, в принципе, глупо, потому что, когда вы выполняете задания, вы не знаете полностью игры, не знаете, кто где находится, и вас, само собой, могут спокойно убить, и вы проиграете. Все равно, очень большой шанс, что какой-то игрок не выполнит одно задание. И, типа, то, что выполняли все свои задания, это, можно сказать, зря. Поэтому, ребят, смотрите, нам сначала нужно найти друга, которого мы вообще не подозреваем. Например, оранжевый, да, он стоит АФК, и вообще ничего не делает по этой игре. Поэтому можно сказать, что он не импостер. Это я могу сказать с уверенностью, потому что где-то минуту назад тут ливнул чувак. Значит, уже кого-то убили, и он сливнул с игры. У нас всего лишь один импостер, и если кого-то убили, то это точно не оранжевый, потому что я смотрел на оранжевого. Значит, оранжевый не импостер. И зекатка, ребята, теперь он наш друг, мы будем с ним ходить, и нас 100% не убьют. То есть, мы точно выиграем эту игру. Окей, оранжевый ливнул. Это очень плохо, конечно же, потому что мы уже нашли союзника, он взял просто ливнул. Окей, смотрим на розового. Розовый здесь что-то смотрел. Так, открываем кабинку, здесь не то трупа, не валяется труп. Открываем все кабинки, в кабинках могут валяться трупы, это обязательно. Окей, ну пока что буду ходить с розовым. Есть фиолетовый, смотрим, что он нам хочет показать. Есть труп, хорошо. Логичнее всего подумать, что фиолетовый импостер, потому что он убегал от трупа. Но, ребята, там был люк. И если бы он был импостером, он бы убил и сразу же прыгнул в люк. Поэтому, я не думаю, что это фиолетовый. И, ребят, проголосовали против фиолетового, его выгнали, блин, а просто обманули. Само собой, он оказался не импостером, как я и говорил. Но, нас очень мало осталось, нужно по-любому выигрывать игру. Я уверен, что импостер это либо красный, либо коричневый. И сейчас мы с вами вычислим, кто из них импостер. Знаете как? Я ухожу отсюда. Просто ухожу. Ухожу. Поднимаюсь по лестничке, поднимаюсь по лестничке. Иду сюда. И нажимаю на кнопочку. Клик. Ну и, короче, я нажал на кнопку. Чувак сразу же ливнул, потому что он понял, что я знаю, что он импостер. И победа. Просто легкотня. Нажимаем, не, не плейгай. Нажимаем квит. Выйти. Теперь найти игру. И сыграем уже против двоих импостеров. Нажимаем два импостера. Обновить. Airship. Airship. The Skull слишком легко. Там вообще, ну, с закрытыми глазами могу играть и все равно выиграю. Пупсень. Заходим, какой-то пупсень. Игра сразу же начинается. Окей. Смотрим. Так, я попался предателем на этот раз. Хорошо. Я думаю, будет, в принципе, легче, чем крюмейтам. Но посмотрим. Смотрите. Когда вы попадаетесь предателем, очень важно сразу же куда-то кликать и начинать бежать максимально быстро, пока здесь кто-то не появился и вас не спалил. Но я уже не успел, потому что вам объяснял эту фишечку. В следующий раз именно так и сделаю. Окей. Едем. В люк, в принципе, можно залезть, прыгнуть вон там снизу. Но этот люк ведет только в ту комнатку маленькую. То есть он, в принципе, бесполезный. Можно вот этого чувака убить. Розового. В принципе, можно. Можно, можно. Тут еще наш предатель. И бежим вот в сторону предателя. Если что, то это типа зеленый, не я. Поняли? Это сейв такой. И прыгаем в люк. То есть даже если бы меня встретили и увидели, что я там бегу от трупа, я бы обвинил зеленого. Зеленого бы выгнали. Он оказался предателем. И я бы был в сейве. То есть мне бы все доверяли. То есть играю на 100%, чтобы всегда побеждать, ребят. Вылазим здесь, чтобы меня никто не заметил. И идем смотреть. Вообще в другую сторону. Бежим в другую сторону. Так, надо алиби себе сделать, чтобы меня не выкидывали. Сюда, куда-то вообще. Сюда, бежим сюда. О, вот это вот просто килл. Это нереальный килл. А, и все? Ребят, ну как вы видите, топ-1 мира играет. Здесь вообще, ну для меня это даже не игра. Нажимаем найти игру. И теперь три импостера сыграем. Во, вот здесь может быть интересно. Вот здесь может быть реально сложновато. Я просто каждый день играю с профессионалами по дискорду. Поэтому для меня вот эта вот игра, можно сказать, со школьниками. Легкотня. Окей, ребята, пока начинается игра, давайте я вам расскажу, почему я всегда играю на компьютере. И никогда не играю на телефоне. А все потому, что на компьютере намного легче управлять героем, чем это вообще можно сделать на телефоне. Поэтому, ребята, кто хочет поиграть на компьютере, но не знает, как это сделать, обязательно смотрите видео по вот этой вот ссылочке. Там я все рассказываю. Окей, ребята, опять-таки начинается игра. Надеюсь, ну блин, я предателем попался. О, это будет неинтересно. Ну в карте сразу же сваливается. Видите, импостер тоже сразу же начал игру. И там оранжевый появился. Смотрите, оранжевый за мной бежит. А все-таки умный попался. И красный-то появился какой-то. Не-не-не, тут на оранжевом мочите. Он наверняка подозрение на меня уже упалило, у оранжевого. Поэтому я его замочил, сразу же прыгаю в вентиляцию, где-то там появляемся, выпрыгиваем. И само собой, как-то так ходим, ходим, ходим. Если бы даже сюда кто-то забежал и увидел, что я выпрыгнул с люка, почему я так выпрыгнул, то он бы не успел добежать и нажать на кнопку. Я бы его догнал и замочил. Понимаете, в чем прикол? Теперь нажимаем здесь на карточку. Все двери закрыты? Да блин, кто это сделал? Это импостеры сделали, ребята? Да, это, короче, зекатка. А, нашли труп, хорошо. Кто убийца? Блин, у ребят появился шанс. Они сейчас могут выиграть, если они выгоняют импостера. Потом сразу же нажимают на кнопку, еще импостера выгоняют. Это все, это выигрыш. Ладно, я приколзну. Камон, вы играли против топа Демира. У вас никакого шанса нет. Ребят, невозможно выиграть против топа Демира. О, выгнали импостера, ребята, у них появился шанс. Ну, хотя бы интереснее будет играть без импостера. Огурчик, выкинули? В смысле? Вы ливнули? Да вы еще издеваетесь, вы же даже нашли импостера. В чем ваша проблема? Я хотел еще поиграться. Короче, ладно. Это было слишком легко. Ребята, обязательно ставьте лайк и пишите в комментариях, снять ли еще подобный ролик. Если будет очень много лайков, то я уже сыграю не против нубов, а против профессионалов по Дискорду. Ну и также посмотри, вот это вот видео, оно реально очень интересное. Всем спасибо за просмотр, ребята, и встретимся в следующем видео. Пока!